Ох, я не могу дождаться, когда мы отсюда выберемся. Ох, что это за запах? Я такого никогда не слышал раньше. О, блин, это я. Я рад всех приветствовать, друзья. С вами, как всегда, Андрей Броскей. Мы играем в Final Fantasy VII Remake на PlayStation 4. И после взрыва реактора, собственно, пытаемся выбраться из некоего подобия канализации. Так, нам необходимо выбираться из этого места. Откуда упал только вот этот камень? Я не понимаю, кто вообще делал вот этот момент? Так, из-за чего вообще произошел такой большой взрыв, интересуется Джесси, и она не может понять. Так, как мы доберемся до базы, мы это сразу обсудим. Говорит Барретт, и, в общем-то, давайте выбираться. У нас здесь сундучок завалялся. Ну, вот посмотрите, вот... Так, как еще нам далеко нужно пройти? Недалеко. Вот видите, лежит вот эта плита, просто откуда она упала, если потолок целый? Я не знаю, кто дизайнер, ну, вот именно вот этого эпизода, но реально к нему есть претензия. Просто откуда эти куски, огромные вот такие каменные плиты? Если, блин, все-таки из трубы, он просто вот этот, вот этот, вот эта плита была в трубе? Странная, странная штука. Ладно. Это вообще небольшая такая. Так, небольшая вообще, как бы, ситуация, которая не требует особого возмущения. Так, они пытаются там выйти, а отойди немного назад, я установлю бомбу, говорил Джесси, и вот, похоже, она ее взорвала. Или нет, или это просто у нас еще взрывы тут? Угу, сейчас она взорвется. Ты вынесла эту дверь? Пусть это будет уроком всему, что встретится на моем пути. Внимание всем гражданам города. Это сообщение от Шинры. Произошел взрыв бомбы в макореакторе-1. Также было подтверждено множество повторных взрывов. Мы предупреждаем весь восьмой район о... ...экстренной ситуации. Нет, не может быть. Это не могли быть мы. Неужели это мы? А если это мы? Что сделано, то сделано. Наемник прав. Ничего хорошего здесь не произошло, но наемник прав. Первый реактор уничтожен. Нам есть еще чем заняться. И это только начало. Вы должны увидеть большую картину. Никакая битва не стоит... ...победы без жертв. Говорит, если вы чувствуете себя виноватыми, не переживайте. Здесь есть я. Ваши страхи. Ваши переживания. Все можете взвалить на мои плечи. Да, и ваши цены. Я вас прикрою. Итак, какой у нас следующий шаг, босс? Этого недостаточно. Давайте вернемся домой. И затем будет видно. Так, ну наше задание получается выбраться. Просто из этого полыхающего района. Но это точно не они, видите. Мы видели в заставке, соответственно, что подорвали реактор. Какие-то ребята из Шинры. Так, наша основная задача добраться до поезда, который... Ну, успеть на поезд. Эй, я хочу свои деньги сейчас. Ты их получишь. Как только мы вернемся на базу. Наше задание основное достигнуть до... Прибыть на станцию 8. Точнее, на станцию... В секторе 8. Это 8-й сектор. Эй. Я не должна тебе объяснять, что это такое, верно? Конечно, нет. Это материя... Лечения. Ты можешь ее забрать. За то, что спас мою жизнь. Я просто делал свою работу. Ничего больше. Эй. Да-да. Возьми. Я очень рада, что ты был там. Выживание может быть... Удачей или скиллом. Никогда не рассчитывай на удачу. Ну что ж, спасибо. Ты же знаешь, как ее использовать, верно? Так, ну, давайте пройдем небольшое обучение. И вы теперь можете устанавливать материю в оружие. В оружие и, соответственно, оборудование. Ну, то есть, имеется в виду, в общем, предметы, которые используют. Нажмите треугольник и выберите слот пустой. И туда, видите, можно установить хилен материя. У нас материя огня установлена, теперь материя лечения. Это слоты, кстати, в нашем мече. Итак, the material is now set. На этом, в общем-то, обучение и заканчивается. Ну, отлично. У нас еще есть... Так, стоп. У нас еще есть браслет или нет? У нас есть бронзовый браслет. Вот, что он дает? Ничего он не дает. Просто, если у нас есть предметы, в которых тоже есть слот для материи, то, соответственно, мы можем прокачать героям. Ну, что ж, возвращаемся непосредственно к игровому процессу. Окей, я всего лишь пыталась помочь. И до того, как я не забыла. И вот кое-что экстра. За то, что был таким храбрым. Ну, что ж, пока. Увидимся на пользе. Она еще пару предметов нам дала. Тут, конечно, мы видим устрашающие последствия взрыва. Но я еще раз повторюсь. Не наши герои виноваты в том, что тут произошло. Точнее, вообще-то, вы знаете, часть вины все же есть. Ведь они решили взорвать макореактор, что позволило директорам Ушинры подстроить этот огромный взрыв. И, как я понимаю, здесь есть жертвы мирного населения, потому что ужасные катастрофы. Ужасные просто последствия. На самом деле, катастрофа. Также стоит отметить, конечно, потрясающую картинку. Клауд, вон здесь! Смотри! Я сказал, смотри! Будьте осторожны здесь! Это может коллапсировать в любом моменте. Если вы хотите, вы должны использовать эти стены! Давай, Клауд, быстрее. Здесь может произойти обрушение в любое время. Если ты хочешь выбраться, тебе нужно воспользоваться ступеньками. Тут вообще женщины на коленях. Ну, тут действительно катастрофа, гляньте. Волга, что ли, старая выглядит машина, прикольная. Здесь какие-то медики уже помогают. Вот здесь вот могло кого-то, конечно, засыпать. Так что этот парень расскажет. В общем, можешь воспользоваться с лестницей, если ты не боишься обрушения. Давайте. Нам другого выбора нет, кстати. Вот сундук. Его тоже заберем. Обязательно. Я не знаю. Что-то с микрофоном, кстати, в первое видео не особо срослось. Я вроде бы поправил. Сейчас получше должно быть созвучка. Я расстроился, конечно, записать просто целый час. И потом узнать, что под Final Fantasy нужно было сделать громче микрофон. Конечно. Вот, блин, вот оно обрушение, о котором как раз Джесси и говорила. Побежали медики там кого-то спасать. Так, аккуратно. Вот. И добавил я немного яркости, потому что, мне кажется, было темновато. Хотя настроено все, знаете, все вроде бы уже настроено под запись давно. Вот. Но, видимо, от игры к игре приходится менять эти настройки, к чему я, собственно, не был готов. Вот. Теперь должно быть получше. Так что обязательно пальцем вверх подержите. Кстати, я обнаружил здесь такую штуку. Вот здесь нельзя пробежать. Невидимые стены. Кто делал, надо поругать этого человека. То есть, везде можно пройти, здесь нет. Чё это такое? Портится. Портится общее впечатление от игры. Ну и здесь, конечно, тоже невидимые стены. И вот, допустим, опять. Вот эту штуку нельзя сдвинуть. Хотя до этого в локации номер один, там, где мы уничтожали реактор, все подобные предметы, ограждения можно было нормально сдвигать. Да, блин. Обрушение моста. Вот так. Такого? Такого? Субтитры делал DimaTorzok Как? Этого не может быть Но тогда Очень крутой эффект Мне нравится, гляньте, как сепия такая Очень-очень здорово Атмосферно выглядит этот эпизод Какие-то воспоминания у Клауда Или Нечто на подобном Галлюцинации Какого черта? Классно то, что, видите, мы материю установили В меч, и она отображается Две зеленых сферы Теперь видны сзади Соответственно, цвета материи Это все будет в заставках Это круто Сделали Так и должно быть То есть мы понимаем, что заставки на движке игры Подожди Что-то совсем он не хочет двигаться вперед Горят трубы, стены Я Лучше это не комментирую Ты не настоящий Ты Ты мертвый Я Я убил тебя своими собственными О, тебе не стоит об этом не напоминать Это был Очень крутой момент Когда мы были вместе Но теперь пришло время Попросить У тебя услугу Что-то там умирает Медленно Тихо Болезненно А, наверное, планета Ты сможешь? Ну, тогда это умирает планета Как я понял И Тут крик Мама, мама То есть Класс Что-то происходит Планета умирает Так много вещей будет потеряно Твой родной город Он горит в таком ярком огне И эти голоса Которые ты слышишь Сгорающая плоть Холодная сталь То, что нас объединяло То, что нас объединяло Больше нет И У меня есть к тебе Последняя просьба Не волнуйся Это простая вещь Беги, Клауд Беги Ты должен уйти Ты должен жить Ах ты ублюдок Хорошо, Клауд Очень хорошо Держись за эту ненависть Ну и огонь как-то исчез Все-таки, видите По большей части Это Скорее всего Была Галлюцинация Я вижу Я вижу разные вещи Возможно это из-за эффекта Мако Хорошо Мы справимся Так И Куда нам дальше Ну давайте В этом только направлении Остается нам идти В общем-то По коридору Пока что ускориться Не получается Картинка великолепная Не перестаю восхищаться Да, игра Знаете Она действительно Коридор на вот этот город Но тем не менее Я наверное больше И люблю такие игры Все-таки РПГ С огромными Открытыми мирами По-своему Конечно Крутые Но то что нам Показывают здесь Более кинематографично Все И В потрясающей В потрясающей графике Знаете Меня это полностью устраивает Я считаю Что лучше 10 часов Великолепного Геймплея И Великолепного Видео То есть Чтобы максимально Можно было насладиться Игрой Знаете Как лучше 10 часов И сказать Это просто были Самые замечательные 10 часов В моей жизни Или чем 100 часов Где из них Ты собираешь Несколько минут То есть Как-то так Давайте поговорим Отправляешься к станции Тебе тогда В эту аллею Нужно зайти И подняться Наверх на крышу Так Ну что ж Побежали Спасибо за подсказку Опять вот эта вот физика Которую я говорил В первом видео Прикольно То что видите Оп Ой тут детишки Не ожидал их увидеть Они что-то Прячутся Видимо Перепуганы Еще у меня Огромная претензия К тому Как он поднимается По лестнице Но это цирк Друзья Так сделать просто Ну Тут есть Операция Работа Камера Отошла Видите Подальше То есть И Как бы Показывает со стороны Героя Но вот эти вот Походы По ступенькам Не так часто Он будет просто Здесь по таким Лестницам Подниматься Можно было В этом эпизоде Сделать нормально Куда смотрели Сквайр Эникс В этот момент Не совсем Не ясно Ну Какой беспорядок Да Действительно Реактор Просто Разорвал Этот вид Со стороны Дручающий Много Много Жертв Много Пострадавших И Это совсем Не радужная Картина Если хочешь Попасть На улицу Тебе нужно К фонтану И В общем-то Станция Находится Не особо Далеко Так Вы получили Тризелье Хорошо Вы знаете Со спуском Вроде как Проблем нет Тут нормально Отрисовали Даже очень Достойно Почему Когда он Поднимается Выглядит Как-то Анимация Ну Прям Печально Этого Я так И не понял Возможно Поправят Патчем Возможно Какой-то Глюк Потому что Здесь Знаете Иногда Не прорисовываются Нормально Текстуры Там Будет Это Видно Сильно Заметно На дверях Я Обращу На это Внимание Немножко Дальше Вот Это Конечно Не Самая Приятная Картина Там Просто Ты не Можешь Это Не Увидеть Так В целом Конечно Картинка Посмотрите Просто Эти Улицы Они Великолепны Так Допустим Если Я в этом Направлении Не Так Не Позвольте Убежать Этим Преступником Нам Ни В ту Сторону Потихоньку Уходим Кстати Мы Видим Вдалеке Стоит Эйрис Здесь Немного Расхождения Конечно Пошло С Оригинальной Финалкой Ну Сделано Все Очень Достойно Я думаю Людям Которые Вообще Не Знакомы С Оригинальной Финал Фэнтези Должно Все Понравиться Ты Не Сможешь Никого Спасти И даже Себя Ты В порядке Эй Ты В порядке Все Нормально Вот Держи Это тебе Цветок Да Это Подарок Знаешь За то Что Напугал Те страшные Штуки Какие Штуки Не Важно Лови Момент Просто Великолепная Удача Я слышала Знаешь ли Давайте I'm good Или how much Сколько Но Это зависит От покупателя В твоем Случае Это За счет Заведения Послушаю Я Я Я Я Вовлечен В кое-какие дела В опасные дела Я уверена Что Да И И что Так что Держись Подальше Отсюда Уэй Ты думаешь Кто-нибудь Тебя Поймает Об этом Ты беспокоишься Расслабься Никто Тебя Не атакует Я Обещаю Эй Мака Реактор Только что Взорвался Тебе Нужно Отсюда Выбираться Помоги Что это такое Брось свое оружие Вы что Ослепли Ты знаешь Ты прав Она имеет ввиду Что ей Пора выбираться Подожди Приятно было С тобой Познакомиться Из-за цветок Она сказала Эти цветки Носили Любовники Которые Когда они были вместе Ну то есть Влюбленные люди Вау Просто Любовники Дословно Вот Так Ну бросай оружие Этого сделать Я конечно же Не могу Сразу Двоих На нож Можно на такую Кстати На такое лезвие Насадить не только Двоих Можно целую пачку Крошить Просто по четверо Нанизывать Так В этот коридор Забежала У нас Эйрис Или Айрис Это вы же знаете Как Ну я Как-то Называл ее Эйрис Потому что Играл в английскую версию Возможно Просто Этот Ублюдок Не мог далеко Уйти Будь На Чеку Так Ну здесь Не пройти Придется Нам обходить Но здесь Мы сможем Забрать Вот такой Сундук Получить Получить Немного Хайпошер Зелье Восстановление Здоровья Большое зелье Восстановление Здоровья Где Айрис Пробежала Не совсем Понятно Давайте Посмотрим На карту В общем Нам нужно Было Вот сюда На станцию Но так Как тут Закрыто Ага Мне нужно Оторваться От Охраны И Направиться На станцию Ну как же Я направлюсь На станцию Если здесь Перекрыта Дорога Так Че Камера шалит В смысле Курсор Вот здесь Я тоже Забежать Не могу В совсем Другое Направление Ну давайте Сначала Смотрим Вот эту Зону Соответственно Потом Будем Двигать Дальше Вернемся Немножко Назад Так Отсюда Я пришел Здесь Нельзя Было Пройти Сначала Но Теперь Тут У нас Материя Нам Будет Подобрать Ух ты Надо Пса Атаковать Огнем Чтоб он Немножко Погомонился 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 Так Забираем Конечно Забираем Сферу Материи Ага Одна Позволяет Нам Увеличить Количество Очков Здоровья Немножко Позже Смотрим Ее Более Подробно Сейчас Как бы Устанавливать Ее Не вижу Смыслом Мне нравится Тот Сет Который Установлен Сменим По мере Прохождения Так Ну здесь Друзья Тупик Возвращаемся По улице Налево Какая же Все таки Красивая Тут Обстановка Как они Круто Все это Сделали Все такое Блин Цветное В Final Fantasy Crisis Core 7 Кстати Тоже Было Немножко Мидгера Но там Прям Совсем Чуть Чуть Там Одна Машина Насколько Я помню Одна Улица По факту Ну там Немножко Утривили Но Там Раз Два То есть Не дают Нам Насладиться Блин Далеко Он был А я Прыгаю Так Не сработает А давайте Его огнем Все Набегает Магия огня Они просто Памирают Моментально Так Мы в правильном Управлении Набегается Сейчас Мы Двигаемся Вот здесь Вот еще Забежать Сразить Нет Нет Поменяй Блин Поменяй Переключись На Солдата На нем Просто легко Набить Шкалу АТБ А потом Уже Можно Разбираться С этими Псами Так Огонь Никакого Побега Ты мой Время Сгореть Подлечиться Я просто Не слежу Постоянно За здоровьем Не знаю Слишком маленькие Полоски Как по мне Можно было Немножко Пошире Сделать Они конечно Не бросаются В глаза Что Как бы Удобно То что у нас Мы следим За экшеном На экране Но блин Я постоянно Упускаю Из виду Полоску здоровья Как в принципе И полоску И тебе Так по-моему Здесь Этот переулок Мы осмотрели Полностью Хотя Подождите Неужели Куда можно Заглянуть Это закоулок Сейчас Глянем А нет Нет Тут невидимые Стены Плюс камни Все это В совокупности Не позволяет Там пройти Там направление Так Ну нам говорил Парень про фонтан В общем-то Вот мы его Теперь видим Это главная улица Сдавайся Не убегай Тебе некуда Отступать Сгори Классно 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 Что можно Лавки Вот так Разрезать Правда Они одинаковые Но это скрипт Тем не менее Тем не менее Они разрушаются Это прикольно Выглядит Как будто Он разрезает ее Прям посередине Она пополам Так У нас тут Гренадины Подтянулись Которые снимают Побольше Здоровья Обязательно Коробки Шимры Хотел сказать Сундуки Какие шаги Ой, блин Вот эти вот Вот эти вот Крепкие, ребята Ну, когда у нас есть Климит Там нет У ребят Шансов Просто с двух ударов Он разорвал На пуске Вот еще и вертолет За нами следит Ответственно Он сообщает О том, где мы находимся Надо нам Оторваться От преследования Небольшой такой Обзор Что он там Может быть полезным За столбами Но, к сожалению Ничего там Я не нашел Минус это Этот офицер Наверное, мы еще Залечим себя Немного Потому что там Меньше Ну, не меньше Чуть больше Половины Здоровья Теперь все Очков магии Осталось Совсем чуть-чуть Давайте И за Останавливаем Очки Магия Теперь Мы сможем Лечиться Главный вход В огне Но, похоже Крыши Проход на крыше Чистый Но Это еще Не время уходить Наше время уходить Еще не настало Так Кто там Смотреться Так Где-то я видел Сундук А, кстати Вот это вот Круто Прям вообще Такой залетаешь Вот это вот Они классно сделали Тут прям Столько предметов Физика Физика Так, а вот он Сундук Я его увидел И тут же потерял Здесь Поле зрения Так, а это Куда ведет Переволок Переволок Ведет в тупик Но здесь хотя бы Одно зелье Было найдено Так Давайте Финальный взгляд На карту Ну, вроде мы Все зачистили Единственное Сюда нам не удалось Попасть на станцию Ну, там тупик Там, точнее Не тупик Там было закрыто Забором Воротами И Похоже Открыть было Невозможно По нам стреляют Но мы Не умудряемся Уходить от преследования Сюда нельзя Замеченная цель Преследовать ее Ну, ведет По нам Кто-то огонь Тем не менее И в попытке Остановить Четно Это, кстати Нельзя разрушить Лавку Скрипт Закончился Здесь, конечно Красота Куда не посмотри Со всех сторон Просто Для глаз Невероятная Невероятная Радость И Счастье Так сказать Просто Мои глаза Счастливы Наблюдать Такую картинку Почему Игры А на Плейстейшн Все Не выбирают Настолько Так Вот это Серьезный Перец Мы сейчас Огнем Со щитом Успокоим Как лихо Он их просто Разрезает На части Так Ничего интересного За машиной Нет Остановочка Улицы Правда Пустоваты Вот Но Я между Людей Видите На улице Нет Будем Считать Что Просто Все Сидят По домам Все Таки Карантин Как На груди Ну На самом Деле Просто Взрыв Макари Актера Возможно Просто Всех Загнали Домой Поэтому Только Солдаты Велосипед Кстати Можно Зацепить Так На этот Посте Я не успел Друзья Тут У вас Какой-то Пес Какая-то Реклама The Adventure Of Ostend Book 3 Приключения Стэмп Стэмп В общем Марка В переводе Книга Третья Не знаю Чем Куда Это Отсылка Если Вы В Порс Не Пишите Потому Что Я Не Просел Куда 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 И Теперь Мой Рага Без Проблем Как Тут Можно Как бы Видите Обойти Как я понял По главной улице Собежай То Внизу Противники Наверное Как я Обошел Через верх Единственное Что Я не вижу Смысла Ага Я понял Эти ребята Уже здесь Огонь Я не вижу Просто убегать Потому что Мне хочется Победить Во-первых Всех А во-вторых Собрать Еще тут Судик Судик Все это Добришка А чтобы это Сделать Надо Закончить Потому что Пока он Пайтится Нельзя Взаимодействовать С предметами Ящик Изер мы Получили Изер восстанавливает Магию Так А сзади Тут все Зачищено Единственное Что еще Наверху Здесь Можно было Пробежать Так А они Они Гонятся За мной Этого Можно Кстати Со щитом Еще Атаковать Если Обойти Его сзади Огнем Он Просто Сгорает Даже Не надо Ничего Выдумывать Не надо Ничего Выдумывать Закину Просто И мы Магию Огня И Все Хочу Просто По Тротуару Примешаться По Эту Велосипед Этот Хотел Показать Что Есть Физика Велосипеда Он Зацепился Как Не Совсем Было Нормально Здесь Кстати Гляньте Идет Вообще Мака Энергия Это Выходит Прям С под Дома Тоже Интересный Магия Не Зря Сюда Завернул Видите У нас Сундуки Пару Зелий Обычных Тоже Пригодятся Так Что Делаем Дальше Гораздо Дольше Этот Эпизод Чем В Оригинальной Финалке Там Буквально Минут Три Может Чуть Больше И В общем Погоня Закончилась Здесь Они Конечно На Такой Полноценный Побег Далее Ну Наделали Короче Улицы И В общем Это Куда На самом деле Просто Великолепно В этом Городе Хотелось Побыть Действительно Подольше Миндор Великолепно Крутые Тачки Как хотелось бы Поездить На каком Машине Кстати Здесь Ну Я думаю Все в курсе Как И в Оригинальной Финалке Нам дадут Покататься На мотоцикле Просто Реализованность Здесь Это Будет Гораздо Гораздо Круче Потому что Там Все Было Ну На то Время 27 Год Там Ни Графики Ни Геймплея Такого Эпичного Сделать Бы Не Получилось Поэтому Поэтому Конечно В ремейке Все Это Возведено В абсолют Покатушки На мотоцикле И это Будет Обязательно Записано Так Куда тут Дальше Новая Партия Мальчиков Для битья Такая Что Не составляет Нам Никакого Туда Победить Прикольно То Что С Цветком Клауд Пойди В этом Эпизоде Если Мы Не берем Цветок Вот Как Было В Оригинале То Шанс Пойти На Свидание С Эйрис У Нас Типа Не то Что Аннулируется Но Уменьшается Там Блин Надо Даже Кого-то Ударить Чтобы Набрали 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 Сюда Хорош Там Двое Туся Сейчас Мы Прям Проткнем Обои С Эдеми Ребята Мы Покончены С Другой Старни Целая Группа Парня С Щитом Этот Какой-то Посерьезней Покинник Я думаю Мы Все равно Сможем Его Победить На Тебя На Вот Он Когда Он Открывается Проигрывает Сразу Бой 80 Ему Удалось Нанести Меня На Тяжелые Атаки Хорош Да Блин Ну Я На Кружок Нажал Должен Сразу Стать На Клауд Файр Еще Огня На Тебе Огня И Надо Подлечиться Конечно 4 Скай Блин Ну Клауд Что Камера Еще Даже Не Показывает Должна Была Развернуться Просто Чушь Он Не Встает Сразу На Ноги Сейчас Подожди Я Не Могу Пока Что Пока Экибин Не Наполнилась Устан Устан Видите Можно Его Огнем Полить Атаковать Сзади Или Вовремя Уклонившись От Его Удара Мы Можем Атаковать Со Спины Поверху Не Было У него Ни Шанс Против Такого Меча Бастер Сволд 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 Блин Не могу Выгореть Бастер Сволд Сволд Бастер Сволд Этот солдат Он просто Услышал Звук Поезда И соответственно Нам удается Улизнуть От погони На такой прыжок Никто из Офицеров Охраны Не решился Интересно Клауд Все таки К нам Присоединится Не стоит волноваться Я думаю С ним все в порядке Ты ж видел его В действии Этот парень Солдат Это человек Армия За моей командой Я за тебя переживал Минутку Что? Все таки удивились Барретт Типа переживал Где ты был А? А бегал От публичной охраны Нужно же было Пробраться Как нибудь На Станцию Ну что Нормальный результат Показал этот парень Кстати Джесси Обратила внимание На цветочек Подожди Подожди У меня Есть вопрос К вам Всем Вы когда нибудь Были атакованы Невидимым врагом? Что? Носят робы Передвигаются Как ветер Невидимые Говоришь? Это во первых Я увидел их После того Как она меня схватила Может быть Новое оружие Шинры Похоже Как Больше На панические Галлюцинации Неважно Забудь Что я о чем-то Сказал Так А ну-ка Приведите себя В порядок Двигаем дальше Ну В этом вагоне Ничего у нас Здесь много людей Возможно Это связано С тем Что все Эвакуируются Толпа Только нам на руку Будет легче Затеряться Клауд Трогает воздух Это нормально Так Здесь Сундучок Получен Стук Гил Денежка Не будет Лишней А я не хотел Тебя толкать Отойдите Просто в сторонку Я вот хочу С толстячком Погореть Так Все короче На взводе Эй Клауд Я Если ты о том Чтобы винить себя То не надо Имеется Винить о том Что из-за нас Произошли Вот эти взрывы Круто Круто Что действительно Набиться Различными Модельками Людей Поезд Молодцы Поработали Они достойно Эй у тебя есть Минск Держишься Нормально Да То что мы видели В секторе 8 И на станции Я солдат А у меня до сих пор Трудятся Руки Ты к этому привыкешь А может быть и нет Нужна Небольшая помощь Клауд Пожалуйста Я не могу об этом думать Наше взрывное устройство Не могло сделать Такой Такой взрыв Возможно взрыв Связан с реакцией Мака Это была моя первая догадка Но потом я поняла Что это не так Ты помнишь Невидимых врагов Верно? Верно Ну вот На самом деле Мне кажется Я просто ищу оправдание В том Что было чисто Моей виной Ну в любом случае Спасибо тебе Клауд Ты хороший слушатель Но не виновата Она на самом деле Все это было подстроено Так Ну вот тут у нас Баррет Какие маньяки могли просто взорвать реактор Они не анонсировали это публично Но мне кажется Я слышал о том Что это Группа Лавина А это Они террористы? Эй Вы че тут болтаете? А ну-ка усадил свою задницу На Камень Скамейку Скамейку Лавина думает только о том Чтобы спасти Эту планету И кто ты думаешь Ты такой? Я законопослушный Гражданин Серьезно? Так не трогайте его По моему скромному С Моему скромному Мнению Этот взрыв Это было сообщение Что наша планета Кровоточит И мне кажется Они услышали ее Отчетливо И Полностью Ваши мастера Ваши хозяева Нужно работать вместе И выполнять задания Вот так работают Цивилизованные люди Это Кредо Шинры Это Пустые слова Это то Во что мы верим Это наше сознание Нам нужно идти Все верно Этим ребятам Пофиг Которые напротив сидят Так Ну что Давайте поговорим С Барретом Попробуем узнать Еще что-нибудь Можно вообще Это сделать Ты слышал этого Костюмчика Шинра Поцелуй меня в задницу Мы хорошие ребята Черт побери Давай разберемся Визуализация Поможет разобраться В этом вопросе Сколько раз мне тебе повторять Мне типа неинтересно Так Тихо Слушай Смотри Вот модель Мидгар Вот этот вот Сектор Возвышается На 300 метров Над землей Вся эта система Запитывается Макореактором Поезд будет проходить Проверку ID пропусков На следующем Чекпоинке Вот Это поезд Это маршрут Нашего поезда Как ты видишь Мы практически На полпути Вот здесь вот Установлено Пост проверки Идификации Вся информация Занесена В главную базу И проверяются автоматически А вот и руки вверх Не волнуйся Наши ID Неприкасаемы Что я тебе говорила Нужно немножко веры Еще немного И мы достигнем цели Расслабься Оглянись Это огромная Большая пицца Которая висит в воздухе Позволяет Людям выживать Шинра высасывает Мака Энергию И превращает Землю в пыль Тогда Типа уйди Это всегда срабатывало Для меня А говорит И так можно поступать Только если ты делаешь Все для себя Но многие Тут внизу Просто не имеют Выбора Ну я Немного Возможно Неверно перевел Там То есть Клауд говорит Что определенные действия Совершив Ты сможешь Отсюда выбраться На что Барретт ответил Что Не всегда Есть выбор Вот А Клауд Сказал Что подобно Этому поезду Можно двигаться Только в одном направлении Как-то так Здесь у нас пошли Небольшие подсказки И как я понимаю Это будет у нас Эпизод 3 Второй эпизод Соответственно Побег От Солдачинры И Глава 3 Дом Милый дом Клауд с этим цветочком Эээ Черт побери Да мы хороши Бомбу Взорвали одну Эээ Потерянных членов Команды 0 И Мы боремся За светлое будущее Ребята А ну-ка тише Люди слушают Так Ну и теперь Немного отдохните Вы это же Заслужили И Ожидаем Новую миссию Увидимся скоро В седьмых небесах Там где работает Тифа Я думаю Ты знаешь О чем идет речь Ну что ж Друзья На этом мы и закончим Очередной эпизод Огромное спасибо Всем за просмотр Надеюсь Вам было интересно Обязательно Пальцы вверх Подписывайтесь Если вы этого еще не сделали Классных вам Игр Хороших прохождений Увидимся В самое ближайшее время Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok